26 место из 27 возможных. Это та позиция, которую занимает сейчас карагандинская СРРК в дебютном для себя сезоне высшей хоккейной лиги чемпионата России. Накануне наша команда в Кандапоге провела матч второго тура с местным клубом ХК МВФ и уступила со счетом 3-7. Пока основная команда пытается завоевать себе имя в России, дублирующий состав в рамках чемпионата Казахстана проводит парные встречи на Караганда-арене с принципиальным соперником Павлодарским Иртышом. Первая игра, состоявшаяся вчера, оптимизма фанатам не добавила. Подробности в репортаже Андрея Кузнецова. В нынешнем сезоне карагандинская СРРК сменила свои цвета. Теперь форма команды не желто-синяя, а желто-черная. Спортсмены говорят, люди суеверные. Может, именно присутствие черного цвета повлекло за собой полосу на удач на старте сезона. Судите сами. Основа СРРК имеет в своем пассиве баранку в графе очки с разницей шайб минус 5 после матчей с Титаном из Клина и саранскими моряками. Второй состав тем временем тщетно пытался вчера вдохновить своих болельщиков на Караганда-арене матчем с принципиальнейшим соперником Иртышом. Своё выступление в высшей хоккейной лиге российской Карагандинская СРК начало настолько неудачно, что решила всё компенсировать на принципиальном сопернике в рамках чемпионата Республики Казахстан по Павлодарскому Иртышу. И начали вроде бойко. Забили первыми. Но в середине второго периода уже проигрывали 1-2. Как хозяева не старались исправить положение на площадке, но атаки Иртыша были более осмысленными и продуктивными. А главное – доведенными до бросков. СРК же больше надеялась на напор, характер и дальние броски. Не помогло. Класс взял своё и гости спокойно удержали победный счёт. Андрей Кузнецов, Алжас Габасов, Алексей Спиридунов, 1-й Карагандинский.